В Сочи работает 188 автомойок и почти все с нарушениями. Об этом первый вице-мэр заявил на встрече с предпринимателями Лазаревского района. На совещание пригласили и представителей прокуратуры, и руководство полиции. Специальные группы проверили в районе 42 малых объекта, 20 автомойок и 22 шиномонтажки. В 95% случаев у предпринимателей не оказалось соответствующих разрешений. Более того, есть подозрения и на хищение воды. Автомойка может существовать без подачи воды. Очевидный ответ, да? При всем при этом договор, наличие договора с водоснабжающей организацией из 42 – ноль. Согласно проведенному мониторингу, большинство городских объектов шиномонтажа и автомойок работает вне закона. Нет правоустанавливающих документов, договоров с ресурсоснабжающими организациями, не платят и налоги. Зачастую объекты располагаются на участках, не предназначенных для этой деятельности. При этом работа автомойок считается особо опасной. В зависимости от мощности они должны иметь санитарно-защищенную зону не менее 50 метров. Но, как показывает практика, эти правила предпринимателями игнорируются. Нередко объекты располагаются на участках по ДЖС или на арендованной площади складских предприятий. Глава Сочи Анатолий Пахомов поставил задачу навести порядок в этой сфере. Администрация города, в свою очередь, готова оказать помощь предпринимателям. Помощь, прежде всего, мы должны оказать в том, чтобы они были вооружены правоустанавливающими документами. Мы должны им помочь навести порядок в системе водоснабжения, водоотведения. Есть очень серьезные требования Санпина по автомойкам. Должны обязательно быть установлены локальные очистные сооружения. Все это не делается, никем никогда не выполнялось. Поэтому задача в этой теме – навести порядок. У большинства шиномонтажек нет договора и на вывоз опасных отходов – шин, отработанных масел, аккумуляторов. В итоге сотни тонн старой резины, которая, к слову, является продуктом четвертого класса опасности, оказываются на контейнерных площадках или на несанкционированных свалках в городе. В Сочи есть организация, имеющая лицензию на вывоз таких отходов на переработку. И у тех, кто желает работать, должен быть заключен с ней договор. Конечно, выполнение этих законных требований влечет дополнительные затраты. Но сейчас вместо предпринимателей их несет город. На свещание также пригласили представителей МУП «Водоканал» и «Водосток». Именно с этими предприятиями каждая из организаций также должна иметь договор. И в дальнейшем работать добросовестно или уходить с рынка. Рината Шипулина, Демид Даниловский, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».